В рамках больших вестей. Вести Ульяновск. Студия Владислав Литковский. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. В регионе активизировались мошенники. Только за минувшие 48 часов на доверчивых жителях Ульяновской области мошенники заработали более 2,5 миллионов рублей. Причем используют злоумышленники так называемый бесконтактный способ обмана. Как защитить себя, расскажет Артем Петров. Ни света, ни дорог. Уже ни такси, ни скорая помощь не доезжает до наших домов. Дети увязают в грязи, в воде. Только в грязи на сапогах можно пройти даже до остановки. О непростой жизни в поселке Индовое поведает Ирина Силкина. Юбилей отметила выставкой. Это увлечение в свое время акварелью, потом батиком, монотипией. Людмила Слесарская на день рождения открыла выставку своих работ. С двухдневным визитом в Ульяновск сегодня прибыла делегация из Германии. Ее возглавил министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии. Вместе с ним регион посетили еще более 20 предпринимателей. Они представили сферы металлообработки, программного обеспечения, банковского дела, водоснабжения, а также производства пластмасс. Ульяновские и баварские бизнесмены провели переговоры в формате B2B. А в это время баварский министр совместно с председателем правительства 73-го региона провел переговоры о перспективах сотрудничества двух субъектов. Здесь представителей Баварии привлекает то, что создаются налоговые преференции. Также здесь есть особые экономические зоны, в которых может осуществляться экономическая деятельность. Кроме того, здесь высококвалифицированные рабочие кадры. Что уж говорить, в Ульяновской области банально очень красивый ландшафт. Поэтому, мне кажется, ваш регион может быть привлекателен во многих смыслах. Ульяновская область уже имеет опыт сотрудничества с немецкой стороной. Речь идет о заводах по производству автомобильных компонентов «Шеффлер» и пластиковые упаковки «Джакей Пластик», а также предприятии «Хенкель». Компания производит строительные смеси. Это далеко не полный список. А сегодня представители двух стран обсудили развитие ветроэнергетики, цифровых технологий, а также подготовку технических кадров. Мы говорили о возможном сотрудничестве в сфере использования водородного топлива. И у нас есть лаборатория соответствующая, которая сейчас занимается данными технологиями. Мы договорились о том, что мы наладим сотрудничество между нашей проектной командой и Институтом водорода Баварии. Как отметил Александр Смекалин, Ульяновская область может стать пилотным регионом по внедрению автотранспорта на водородном топливе. Сотрудничество позволит ускорить этот процесс. В Германии уже ведется разработка водородных двигателей. Кроме того, в течение следующего года из аэропорта Ульяновск можно будет улететь в Мюнхен. И ульяновская и баварская стороны готовы поддерживать в этом авиакомпании. Как вы видите, у нас много совместных проектов, которые мы сегодня обсудили с господином Смекалином. И мы договорились, что в ближайшее время бизнес-миссия приедет с визитом в Мюнхен. Мошенники снова пошли в атаку. За два дня в областном управлении МВД зафиксировано 24 факта обмана граждан по телефону. Люди потеряли миллионы. При этом схемы, которые используют злоумышленники, известны уже давно. Они представляются сотрудниками банков и просят жертв назвать данные пластиковых карт. О том, как это происходит и как себя защитить. Репортаж Артема Петрова. Только за минувшие 48 часов на доверчивых жителях Ульяновской области мошенники заработали более 2,5 миллионов рублей. Причем используют злоумышленники так называемый бесконтактный способ обмана. Для него необходим лишь мобильный телефон жертвы. Сами мошенники при этом могут находиться за тысячи километров. Они представляются сотрудниками банковской службы безопасности. Разыгрывают настоящие телефоны и спектакли. По крупицам забирают данные банковской карты жертвы. Только за два дня 24 установленных факта мошенничества. И это в одном регионе. Злоумышленники подбирают номера, похожие на контактные телефоны настоящих банков. Отличаются они, как правило, всего парой цифр. Это не просто мошенники, а психологи, которые втираются в доверие, внушая жертве, что их банковской картой пытается завладеть третье лицо. Схема совершения преступлений практически одинаковая. Звонивший представляет сотрудникам службы безопасности банков. В ходе общения приходит смс-сообщение потерпевшему на мобильный телефон с логином и паролем, который сообщается злоумышленникам. Например, в Меликевском районе области мошенники заверили потерпевшего, что на него прямо сейчас оформляют кредит. Мужчина тут же отправился в банкомат, снял все сбережения и перевел на счета электронных кошельков преступников. В общей сумме это 460 тысяч рублей. Для тех, кто не умеет пользоваться банкоматом, злоумышленники готовы провести целый ликбез. Главное, чтобы жертва не бросила трубку. И не отключается по телефону, никому не звоните, ничего, давайте я вас жду, одевайтесь и идите в банкомат. Я говорю, я не знаю, что делать, он говорит, я вас всему научу. Одно такое занятие жертвам легко может стоить сотни тысяч рублей. Причем работает горячая линия злоумышленников лишь в одностороннем порядке. Дозвониться до самих мошенников не выйдет. В полиции напоминают, что настоящие сотрудники банка в телефонном разговоре не имеют права запрашивать данные в ваших карт. И тем более не направят вас к ближайшему банкомату, сообщая номера безопасных счетов, куда необходимо перевести ваши денежные средства. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Находиться в черте города еще не значит пользоваться его благами. Поселок Индовое считается городским микрорайоном Ульяновска еще с 2000 года. Но никаких преференций этот статус людям не принес. В поселке по-прежнему нет ни асфальтированных дорог, ни даже уличного освещения. Подробнее в нашем материале. Вот посмотрите, пожалуйста, как детям в школу идти, как выйти к автобусу. По всему поселку такие вот лужи, ямы. Где насыпали своими силами, за свои деньги. Администрация ничего нам не помогает, ни в чем абсолютно. В поселке Индовое более 200 домов. Многие жители живут здесь уже больше 20 лет. И все это время пытаются добиться хоть какой-нибудь помощи от города. Ведь поселок – его полноправная часть. Уже ни такси, ни скорой помощи не доезжают до наших домов. Дети увязают в грязи, в воде. Только в лединовых сапогах можно пройти даже до остановки. Такое ощущение, что мы вообще никому не относимся. Нет у нас ни какой-то специальной компании управляющей, нет ни ТСЖ. И с нашими проблемами обращаться некому. В 2013 году жители поселка выиграли суд, который обязал городскую администрацию заасфальтировать дороги в микрорайоне. Однако этим летом от властей пришел ответ, что средств нет даже на то, чтобы засыпать дороги асфальтовой крошкой. Из-за освещения последний фонарь закончился далеко за поворотом на поселок. Но чтобы дойти в свой дом по грязи и в темноте, нужно еще как-то добраться до самого поселка. Рейсов мало, людей много. С каждым годом растет количество наших жителей. И постоянно ходят автобусы с битком. Последний рейс с Новогорода уезжает в пять или половина шестого. Люди с работы не могут уехать домой сюда. Ходят пешком, на такси, на попутках. В самом микрорайоне нет ни садика, ни школы. Только хоккейная коробка одиноко стоит посреди поля. На этом месте по вечерам свои тусовки устраивает молодежь из окрестных сел, что также не радует местных жителей. Они приезжают на автомобилях поддержанных и устраивают здесь вечеринки с музыкой и битьем бутылок. Сливают бензин иногда с автомобилей прилежащих. Вот здесь вот милиция здесь не приезжает. Мы не видели ни разу ни одного наряда. Пробовали вызывать, они не приезжают к нам. Текущие проблемы с жителями обсудил их депутат. Если дороги Игорь Буланов заасфальтировать не в силах, то насчет детской площадки вопрос обещал проработать. На следующий год весной эту детскую площадку мы поставим. Это первое. Второе. Мы договорились с жителями, что мы сделаем вместе заборное ограждение в виде колышков, которое не позволит подъезжать автомобилям с подростками для того, чтобы здесь заниматься безобразием. А вот дороги и освещение – это все-таки прерогатива исполнительной власти. И на вопрос, почему часть города выглядит хуже, чем многие деревни, местная администрация ответа людям не дает. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. В Димитровграде продолжается модернизация образовательных учреждений. В одних школах и детских садах ремонт уже завершен, в других работы только предстоят. Например, в школе номер 6 замена оконных блоков планируется в ближайшее время. А вот в детском саду «Жемчужинка» ремонт уже и сделали. Самое главное, он стал теплый, уютный. Детям очень нравится. Они когда приходили в садик и домой приходили и говорили «Мама!» У меня просто двое детей сюда ходят. У нас в садике новые окна, красивые подоконники. Отремонтируют в детском саду и бассейн. Заниматься спортом в комфортных условиях теперь смогут и ученики средней школы номер 9. Здесь продолжается ремонт спортивного и актового залов, раздевалок. Также сейчас в школе меняют оконные блоки. До ремонта у нас были очень ветхие окна. Было очень холодно зимой, особенно до 10 градусов доходило. Но я надеюсь, что зимой мы теперь будем в тепле. Впрочем, внимание нужно уделять не только комфорту, но и безопасности. Губернатор поручил сделать дороги к школам безопасными. Во-первых, проверить качество асфальтового покрытия. Во-вторых, необходимо, чтобы по пути следования ребенка не было гаражей и недостроев. Кроме того, нужно тщательнее следить за людьми с сомнительной репутацией. Нам нужно, конечно, четко понимать, кто в домах живет. Нет людей, которые стоят на особом учете у нас. Но и подводя итог, мы должны будем развернуть в самое ближайшее время дополнительную группировку систем безопасности. Также губернатор отметил, что для безопасности необходимо оснастить учебные учреждения кнопками безопасности и камерами, распознающими лица. Красота простых вещей в незатейливых сюжетах деревенского быта. Юбилейная выставка антологии и творчества известной ульяновской художницы Людмилы Слесарской открылась сегодня в региональном отделении Союза художников России. Великолепный мастер живописи и учитель Людмила Слесарская своими работами и педагогическим талантом известна далеко за пределами Ульяновска. Заядлые пленаристы, ее излюбленная техника акварель, а от самой первой пробы кисти до только высохшей от краски картины на юбилейной выставке экспонируется более двухсот работ. Это увлечение в свое время акварелью, потом батиком, монотипией, гуашью выполненные работы есть, и акрилом, маслом написано. То есть жанры все очень разные, техники исполнения тоже все очень разные. Может быть, она, наверное, эта выставка тем и интересна, что она очень разнообразна. По словам самого автора, юбилейная выставка – это своеобразный промежуточный итог творческого и жизненного пути. Поздравить юбиляра, друга, коллегу по творческому цеху художницу Людмилу Слесарскую сегодня пришли не менее известные мастера кисти. Обширная экспозиция работ Людмилы Слесарской разместилась в четырех залах регионального отделения Союза художников России. Ознакомиться с экспонатами все желающие могут в течение месяца по адресу улицы Гончарова, 16. Далее прогноз погоды. А у меня на этом все. До встречи.